У нас получается опять по Глазьеву, но будет комментарий. Так, Глазьев, доллар сегодня должен стоить 25 рублей. Таковы оценки Организации экономического сотрудничества и развития. Нынешний курс национальной валюты занижен в три раза, сказал в эфире Русской службы новостей советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Академик РАН Сергей Глазьев. Таковы оценки ОСР, Организации экономического сотрудничества и развития. Это статистика. Берется корзина товаров России и США и смотрят, сколько товаров можно купить на 100 долларов, предположим, в Америке, и сколько можно купить в России с той же корзины. Соответственно, получается, что покупательная способность одного доллара эквивалента примерно 23-25 рубля. Это данные межстрановых сопоставлений, хорошо отработанная методика, которая применяется более 50 лет. И здесь никто с этими цифрами не спорит, уточнил экономист. По его мнению, в сложившейся экономической ситуации было бы разумным со стороны Центробанка зафиксировать курс рубля. Идеально было бы зафиксировать курс на длительный период, «Но его нужно фиксировать на таком уровне, который обеспечит конкурентоспособность экономики», отметил Глазьев. Он подчеркнул, что уровень фиксации национальной валюты должен определять Центробанк РФ. У Центробанка безграничные возможности стабилизировать курс рубля на разном уровне. Но я бы не призывал это делать на уровне 23-25. Это нужно сделать на уровне тех колебаний, которые были в последние два года, от 60 до 80. Если бы Центробанк после обвала в декабре 2014 года зафиксировал курс рубля на 80, мы бы сегодня жили бы с таким курсом, без спекулянтов, экономика бы адаптировалась, конкурентоспособность бы повысилась, кредиты бы пошли в импортозамещение, считает Глазьев. По его мнению, Центробанк еще может изменить ситуацию на валютном рынке своим вмешательством. Я убежден, это любой экономист скажет, что Центробанк должен вернуться на рынок и дать рынку понять, какой курс рубля он считает правильным и держаться этого курса. Тогда экономика стабилизируется, мы снова сможем планировать наше будущее, заключил Глазьев. 17 марта официальный курс доллара был снижен почти на 2,5 рубля. На 18 марта его установили на уровне 68,56 рубля. Курс евро, в свою очередь, был снижен на 1,6 рубля до 77,16 рубля. Ослабление доллара началось на фоне решения Федеральной резервной системы США, которая сохранила ставку на прежнем уровне 0,25-0,5%. Это вот, давайте я дам ссылку, что непонятно, сразу будете смотреть. Так, ой, не туда полезла, вот сюда. Так, вопросы, если есть, то вопросы. Так, дальше. Вторую статью сразу читать, Юр? Нет. Табличку открыть? Просто табличку открыть, да. Давай я ее крупнее сделаю сейчас. Так, и что я там прочитала? Нет, другую табличку, другую. Ага, во-во, все. Так я открыла. Годится. Значит так. Первое. То, что сказал Глазьев. То, что он сказал о том, что 23-25, но тут же он, в принципе, сказал 60-80. То есть, он понимает о том, что мечты мечтами, а фактически никуда не денешься. Вот она цена, и вот он рынок, и никуда ты от него не спрячешься. Поэтому, как говорится, он свои мечты, ожидания, он их озвучил, но показал тут же реальную ситуацию, то, что он не слепой видит эти цены. И то, что с ними просто так не справиться, то есть, никакими нажатием кнопки Центробанк это не сможет сделать. Хотя вначале он и упомянул о том, что у Центробанка есть все возможности. В этом отношении у Центробанка возможности нет. Потому что, пока мы включены в общемировую финансовую систему, грубо выражаясь, подчиняемся тем правилам, которые там. Если бы мы от этой общемировой системы, так сказать, защищались бы своими внутренними законодательствами, там, ну, всевозможными методами. Чтобы здесь евро не гулял, как хочет, доллар не гулял, как хочет. И, чтобы, так сказать, вхождение иностранных денег сюда тоже было, через определенный фильтр, то тогда можно было про это писать. Итак, теперь, для чего нужна эта вот вторая табличка? О чем она говорит? Есть тут такая строчка, и она вот в данный момент, она самая основная. Количество лиц, имеющих открытые позиции. Открытые позиции это те, кто торгует на бирже. То есть, непосредственно есть разделение физических лиц, то есть, просто люди, которые самостоятельно торгуют, и юридических лиц. Юридические лица это те, кто торгует уже от имени всевозможных фирм, компаний, контор, то есть, финансовых контор. И в то же время те же самые «Газпромы», «Роснефть» и всякие прочие монополисты, которые, так сказать, имеют возможность продавать свой продукт, свое сырье за границу, за валюту. Вот. Поэтому смотрим сюда. Здесь картинка очень простая, ее читать очень просто. Верхняя строчка – юридические лица. И смотрим внизу. Количество лиц, имеющих открытые позиции. Длинные позиции – это позиции на рост пары доллар-рубль. То есть, цена доллара открыта 8000 позиций, 8700, с учетом того, что доллар будет расти. А 2000 позиций, которые здесь прописаны, это говорит о том, что только 2000 позиций открыты на укрепление рубля. Значит, основная масса спекулянтов, торгашей, они ориентируются на рост доллара. То есть, эти позиции развернулись абсолютно, так сказать, недавно. Значит, исходя из этого, мы делаем вывод о том, что ожидания Глазьева про 23-25 долларов, они, так сказать, не сбудутся. Потому что направление денег в одном направлении – на укрепление доллара. В принципе, вот все, насколько понятно, насколько, так сказать, коротко это можно все прочитать. Вот сейчас я это прочитал и объяснил. Надеюсь, ясно. Мне только очень интересно, насколько всем ясно то, что я сказал и как я это объяснил. Да, это будет голосование после… Давай тогда сразу голосование поставлю. Хорошо. Так, ребят, тут произошла вчера небольшая неприятность. В эфир проскочили слова, не предназначенные как бы в тему разговора. Человек предупредил, что это его личная позиция. Речь шла о недопонимании того, что происходит на Украине внутри страны. Я приношу свои извинения жителям Украины, кто сражается, кто противостоит Хунте. Пожалуйста, не приняйте это на ваш личный счет. Юра несколько раз сказал, что это его личное мнение и что он не знает настоящую ситуацию внутри страны. Приношу свои извинения. Так, следующая статья. Нет, давай, подожди, я сначала голосование сделаю. Было… А как написать? Было ли… Так, нет. Было ли… Все понятно. Это как назывался? Финансовый… Как это? Так, ясно ли… Понятно ли движение, так сказать, ожидание по изменению курса доллара? Ага. Объяснение. Ожидание движения курса доллара. Итак, поняли, что по этой статье, что вот сейчас объяснение было. Так, теперь у нас еще одна статья. Она немножечко постарше, но все равно, я думаю, финансы не настолько устаревающий материал. Хоть это и было 2 февраля. Получается, полтора месяца назад. Ну, почти два. Ничего страшного, думаю. Так, это из профинансы. Так, что-то у меня мелко. 26 января 2016 года Банк России обновил график погашения внешнего и корпоративного долга Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2015 года. Ежемесячные цифры показывают суммарную выплату основного долга и процентов по основному долгу. Корпоративный долг банки плюс прочие секторы является составляющей в расчете общего внешнего долга РФ. Долговые обязательства банков, кредитной организации и Внешэкономбанк включают кредиты и депозиты, исключение до востребования, включая долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования, текущие счета и депозиты до востребования, долговые ценные бумаги, прочая задолженность. График погашения внешнего долга перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования составлен исходя из первоначальных условий заимствования без учета возможной реструктуризации задолженности с целью облегчения долговой нагрузки. Также включается внешняя задолженность национальной и иностранной валюте. Обязательства в компоненте прочей секторы включают долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования. Кредиты, долговые ценные бумаги, торговые кредиты, задолженность по финансовому лизингу, прочая задолженность. В расчет процентов включаются процентные платежи по тем видам внешней задолженности, по которым имеется график. Не включаются будущие выплаты процентов по просроченной задолженности и дивидендов по привилегированным акциям. Источниками информации для формирования показателей внешнего долга являются данные Центробанка Российской Федерации. Министерство финансов России, Минфин, Международные финансовые организации, местных органов управления, кредитных организаций, Межэкономбанка, депозитарно-клиринговых систем, а также институциональных единиц, относящихся к прочим секторам. Источник Форекс, новости рынка Форекс. Так, и вот какой-то тут этот график. Честно говоря, я вообще не поняла, что я читаю. Вот это первое. Второе. Я с Юрой вот сейчас, буквально 5 минут назад поспорила, что это для, не для нашего стрима, а для сугубо финансового какого-нибудь форума. Как это простому пользователю нашего канала поможет, я, честно говоря, не понимаю. Вот, поехали. Хорошо. Значит, что здесь нарисовано? Самое основное. Март 2016. Это март 2016 года. Значит, два столбика. Один красный, другой синий. Синий – это внешний долг Российской Федерации. Красный – это корпоративный. То есть, это всякие конторы, фирмы. То есть, все вот это вот вместе, 12 тысяч, там, 12 тысяч, 400 и 12 тысяч, в сумме 24 тысячи, а переводим, учитывая, что тут миллионы, значит, 24 миллиарда долларов – это как раз долг, который должны были выплатить в марте месяце. Его как раз и выплатили. Вот. То есть, говорить, насколько, так сказать, Россия независима, очень и очень неправильно. Вот вся эта статья – это набор красивых слов и всего прочего. Самое основное здесь звучит вот что. То, что все это результат инвестирования прямого, там, или еще какого-то, это включая, то есть, это долговые обязательства перед прямым инвестированием. То есть, пришли, пришел Запад, вложил деньги, и теперь по этим обязательствам, которые брали на себя всевозможные конторы, по ним нужно выплачивать. Вот на какие суммы, так сказать, они влезли туда, в тамошние долги. Это понятно? Вот о чем говорит этот график. Мне непонятно, зачем оно нам надо. Может, просто простым людям. Нам надо понимать одно о том, что, что бы ни говорили всякие, так сказать, аналитики, умники, вот, как бы они ни показывали, насколько мы, так сказать, ну, все у нас хорошо и замечательно, вот когда у нас этих долгов не будет, это будет говорить о том, что страна независима. Пока эти долги висят, страна зависима. Самый независимый период, так сказать, на территории России был в период советской власти, когда не было возможности брать, не то, что не было возможности брать кредит, против советской России был железный занавес поставлен. И всеми способами, если что-то брали в долг, то гасили сразу. У советской России не было долгов перед Западом. Благодаря этому как раз страна и поднялась. Мы никому не были обязаны. Вот в чем дело. Сейчас, сейчас, учитывая о том, что на каждом углу заявляют о том, что нам нужно инвестирование, то есть, получается, так сказать, дайте нам денежек, дайте нам денежек, это вот что. Понимаете? Вместо того, чтобы развивать свою промышленность, у нас заявляют о том, что нам нужны инвесторы. А нам инвесторы не нужны. Для страны они не нужны. Для страны нужно поднимать свою промышленность, включать, а не, так сказать, сосредотачиваться на всем этом, так сказать, сырьевом придатке. Нефть там, никель, а что там, алюминий, электроэнергию продавать все туда. Если сюда все направить, то и заводы заработали бы. И, как говорится, электричество было бы, так сказать, не 4, а там 3 рубля за киловатт. Вот где-то вот так вот. Так, с этим разобрались. Так. Ну, как бы сказать, думать за правительство неблагодарное занятие. Пусть они думают. Я согласен, особенно за монитористское правительство. Монитористское, что это за слово? Объясняю. Это то, когда управляют страной не с помощью, так сказать, управленцев, а, как это называется, с помощью финансового рычага. То есть здесь мы подняли ставки, там мы опустили, здесь мы увеличили налог, здесь ослабили. И только вот таким методом. В то же время, когда предприятие, вместо того, чтобы, так сказать, на сложную ситуацию его поддержать, производящие свои товары. Его просто-напросто, так сказать, ну давайте продадим там голландцам, пожалуйста, АвтоВАЗ, да? Ну, продали там французам, кого там. Результат какой? Там же десятки тысяч работающих. И они что? Они обанкротены, так сказать, они на улицу выгоняются постепенно. Вот такая вот вещь. Ой, у нас сейчас, Грет, у нас сейчас все-таки не анархистский, а именно, так сказать, рынок. А рынок разве не анархическое? Рынок, он и есть анархия? Считают, что он управляем вот такими монетарным методом, то есть через финансы. Тут мы прибавили, тут мы убавили, так сказать, налоговые ставки или там пошлины. И таким образом мы все сделаем. В то же время, когда практически вот против России сейчас тоже железный занавес поставили этими санкциями. Ну, что заявляют наши верхние о том, что по большому счету не против о том, чтобы сняли санкции. Но одновременно с этим ведь, если посмотреть, то оказывается, куда не сунься. Опять кругом техника иностранная, технологии иностранные, патенты иностранные, деньги иностранные. Про какую, может быть, идти, так сказать, речь, про какую независимость. Пока это все в таком духе будет двигаться, больше инвестиций, больше конкуренции, все это так и будет идти под откос. У нас сейчас получается такая вещь, что единственная возможность защищаться, но только от внешнего противника, это, так сказать, усиливать военные возможности, то есть армию укреплять. Но, если армия будет состоять из одних, так сказать, наемников, контрактников, вот, то это тоже до определенного момента. Наемные армии никогда не могли противостоять, потому что поздно или рано наемник начинает думать о том, сколько он получит денег, а не о том, чтобы защищать, так сказать, свою страну. Может быть, так сказать, в России люди несколько иначе, но все было именно так. Так, не совсем согласен или вообще не согласен? Никакой закон рынка полностью не работает на самом деле. Вот именно, я тоже с ним, вот с этим его, с Тиграном заявлениями, я тоже согласна. Попробую сформулировать, в чем именно. До конца законы рынка не действуют. Вот, допустим, ты мне, я тебе, грубо говоря, рынок, да? До конца все равно оно не срабатывает. Где-то остаются недоплаты, недовесы, недопонимания, где-то идет налево товар, не срабатывает механизм рынка полностью. Давайте вот как к этому подойдем. Значит, тут есть такой вопрос. Правильно ли мы понимаем вообще рынок? По сути дела, чему нас учили? Потому что, ну как выразиться? Вот смотрите, сейчас, если послушать телевидение, радио, постоянно звучит одно и то же слово. Реализация, реализация, реализация. Хоть про чё говорят, обязательно это слово употребляют. Собственно говоря, когда я учился в институте или в школе, это слово употреблялось и звучало только в одном направлении. Когда шла речь про торговлю. Сейчас понимание слова рынка можно точно так же сформулировать. Потому что все значительно, так сказать, меняется, меняется именно, я бы сказал так, что к торгашескому языку. У каждого свой смысл слова. Вот на мой взгляд, то, что сейчас, так сказать, у нас есть, ну это одна из форм рынка. Но в любом случае, так сказать, я на это рассматриваю с такого, так сказать, закона. Это закон капитализма, это закон рынка. У кого толще кошелёк, то ты прав. Так это и получается не закон рынка, а анархия? Нет. Ну как это, если у кого толще кошелёк, это, да это не рынок, это капитализм дикий. Ну, он как уж есть, он всегда такой. Просто в одной, так сказать, стране он более мягкий, и в другой стране, так сказать, более жёсткий. То есть, что такое, в общем-то, капитализм? Это, в первую очередь, так сказать, социальный слой, общественно-экономический слой, буржуазный. Всё. А у буржуазии задача какая одна – богатеть и владеть средствами производства. Вот что такое. А средства производства – это заводы, пароходы, станки, машины и, собственно говоря, наёмные работники. Ну, всё это так грустно. Так, вот я самый большой оптимист. Я верю, что всё это дело закончится. Но не без помощи людей. Когда? Когда? Когда, собственно говоря, люди, так сказать, до них дойдёт о том, что… А как мирным путём заставить Толстосума прекратить богатски вести себя? Хорошо. Хороший вопрос. Давай посмотрим на это так. Кто вот из здесь присутствующих встанет на сторону богатея? Кто его пойдёт защищать? Ну, он же выведет все деньги, всю валюту за рубеж и уедет. Хорошо. Приведу другой пример. Забыли Уга Чавеса? Я такого и не знала. Не знала. Это человек, который начал строить социализм в Венесуэле. А? Всё. Он пришёл, так сказать, дважды он пытался пройти во власть. Первый раз. Так сказать, вооружённым путём его посадили. Насколько-то лет он отсидел. И после этого вышел на свободу. И, так сказать, создав политическое движение, партию, его избрали. Его выбрали. Его попытались украсть. И, так сказать, уже на аэродром его увезли. Вот. Возле президентского дворца, президентский дворец окружил порядка 300 тысяч человек. Что с ними делать? Стрелять? Требование было одно. Возвращайте. Почему, так сказать, вы его свергли? На этом всё по большому счёту закончилось. Его вернули. Его вернули. Я понимаю, что там можно строить какие угодно домыслы о том, что там его отравили, там, или ещё что-либо. Это я не спорю. Но сам по себе факт того, что мирным путём можно прийти, можно. Вопросов нет. И точно так же, в принципе, мирным путём пришла и советская власть после октября 1917 года. Ничего себе мирно гражданская война началась. Стоп, стоп, стоп. За полгода советская власть была установлена на все территории России. А далее, после мятежа Белочехов, которые располагались... Так, всё, всё, в историю не пойдём. Всё. От Поволжья по Сибири, вдоль железной дороги, после этого, что называется, началась кровавая баня. Потому что, опять же, генералы, кто там, и офицеры, порядка 200, что ли, генералов, перешли служить, так сказать, в Советскую Академию, там, или как она называлась. Ну, без подробностей, в принципе. И значительно большое количество людей, в принципе. В принципе, ледокола можно и к нам пригласить. Вот только вот какая тема будет. Он вообще, товарищ Марк, отзывчивый. И поэтому, как бы, нет проблем его пригласить. Только вот надо же заранее вопросы готовить. Это же не так, что я с кем-то из чата поговорю. Это надо готовить. Сейчас ещё пример один приведу. Да, да, да. Извините. Пожалуйста. Была российская миссия во Франции на период Первой мировой войны. Российская миссия имела склады, всякого там барахла, было очень прилично. Камалуэлл этой миссией генерал Игнатьев. Он потом написал книгу «50 лет в строю». Так вот, когда произошла вся эта катавасия, разгорелась гражданская война, он на тот период распродавал всё это имущество, которое принадлежало Российской империи. Средства, которые он за это выкупал, получал. Он складывал на именной свой счёт, то есть на себя лично. Когда гражданская война успокоилась, когда вопрос был решён, ясно было понятно, какая политика теперь в России. Он все деньги, которые там порядка 300 миллионов золотом франков, он все их перевёл в Россию. Несмотря на то, что к нему приходили белогвардейцы, приходил брат, грубо выражаясь, его трясли о том, чтобы он отдал деньги на белые движения. Он этого не сделал. А потом преподавал в академии Красной армии в Москве. Вот как было. Понимаете, в чём дело? Поэтому это вопрос очень такой двоякий. Сейчас историю очень сильно, так сказать, за все вот эти вот 25-30 лет, очень сильно её закотовасили. Я называю этих, так сказать, историков не её историки. Потому что, грубо выражаясь, им за это платили. Не так, как это было в советское время. У всех одинаковые там ставки. Чем ты хочешь заниматься, тем ты занимайся. То есть, хочешь быть, грубо выражаясь, поваром, значит, ты будешь получать там свои 120 рублей. Вопросов нет. Хочешь ты быть инженером, значит, будешь. И тоже, так сказать, будешь получать приблизительно. Одинаково. Чтобы люди между собой, так сказать, не мели зубы. Чтобы не злились друг на друга. Чтобы общество было приблизительно, хотя бы, так сказать, одинаково могло подниматься вровень. Я уж не говорю про 20-30-е годы, когда, так сказать, простые люди пошли, получили возможность учиться. Когда, так сказать, мне рассказывали о том, что это же было чудо, раньше как женщина в поле родила, извиняюсь, пуповину серпом раз, отрезала и, так сказать, немножко отдохнула. И дальше опять вкалывать, потому что никто кормить-то не будет. А тут вдруг, как вот дед пересказывает, он говорит слова своей матери, а тут вдруг в больницу на белые простыни уход пошел за женщинами. Это было для них, в общем-то, такое неожиданное движение, потому что простой лед вдруг такую вещь получил, такой, так сказать, возможности. Вот. И почему рождаемость возросла именно тогда? Потому что, так сказать, медицина стала работать для народа. Потом народ смог учиться, так сказать, становиться медиком. Смог становиться учителями, инженерами. Т-34 делали, так сказать, конструкторы. Тоже, видите, посмотрите, у них, так сказать, откуда они? Из простых людей. Посмотрите там на Поликарпова, посмотрите на Токарева. Ну, посмотрите немножко их биографии тоже. Амосов, кардиохирург. Он тоже из, по-моему, многодетной семьи. Посмотрите их историю, откуда они? Вот. Поэтому тут такая вот вещь. Вот. Уравнилка штука хорошая. Но к уравниловке должны быть, так сказать, какие-то дополнительные поощрения. Вот в чем дело. Вот. Потому что, как еще сделать так, чтобы люди не из-за денег шли куда-либо, а чтобы они начали заниматься тем, чем им интересно, куда они душу свою вложат. То есть, одному интересно возле токарного станка стоять, другому, так сказать, паяльником паять. Третьим, так сказать, конструировать что-то. Ну, это все понятно. Мы все это в школе проходили, что открылись дороги для всех, куда хотите. А вот сейчас дороги как раз-таки закрылись. Может быть, хватит финансов у родителей обучить ребенка. Но дальше все. Ступор. Нет денег. В роддоме будешь сам за собой ухаживать. Нет денег. Ты никуда не поступишь. Нет денег. Ты хорошую работу не пойдешь, не найдешь. Вот и все. Вот он, этот хваленый рынок, который 25 лет у нас действует. И люди начали жить в стрессе, в постоянном. Для того, чтобы это изменить добровольно, никто от своих денег, я же повторяю, никто не откажется. И они не уступят власть. Придется все-таки переворотом тогда как-то. Но это, как бы правильно сказать, это из области фантастики. Мы сейчас разговариваем об экономике. Если человек хочет чего-то добиться, ему прежде всего нужны знания. Правильно? А если их не дают? Значит, надо идти на вечернее отделение и днем работать. Стоп. Их просто не дают, эти знания. Ну как не дают? Дают. Ну извините, но почему тогда такая, так сказать, финансовая безграмотность вроде рынка? Да потому что те, кто финансово грамотные, они пробиться вот на эту работу, в финансовую структуру высшего эшелона не могут. А знания как раз таки у нас даются. Для того, чтобы управлять банком, надо как минимум иметь кого-то знакомого, как это у нас советское... Да, или деньги надо иметь, или хорошего знакомого, мохнатую лапу. Значит, правило закона, у кого толще, тот и прав, действует? Действует. Ну вот. И если мы видим именно такой рынок, значит, мы должны воспринимать реальность, которая перед нами, а не те, так сказать, фэнтези, которые нам там в школе, в институте объясняли. Ну, как бы сказать, сейчас тоже никто открыто не говорит, что ты вот закончишь университет, институт, и ты не поступишь на хорошую работу, пока у тебя не будет толстого кошелька. Этого тоже никто открыто не говорит, но все это знают. Эзопов язык. Значит, я сравниваю так, что и как было 30-40 лет назад. Человек заканчивал вуз, неважно по какой специальности, и он имел распределение. Два-три года он отрабатывал там, куда его направили, а дальше уже, собственно говоря, он мог решать, то ли он возвращался, то ли еще где-либо. Все, вопрос ясен, понятен. В любом случае, зарплата была обеспечена, место жительства было обеспечено, уж как минимум, так сказать, место в общежитии всегда было. Это должны были и обязаны были обеспечить. А в качестве комментариев еще, что и как, очень любопытный фильм, 16-серийный, я его буквально недавно посмотрел, хоть он и 5 лет назад снят, «Последняя встреча», очень любопытный оказался. В принципе, там хорошо показана такая... У нас рекламы нету. Произошел переворот в 91-м году. Рекламы любых ресурсов, любых материалов? Понятно, да? Это понятно, но разбираться имеет право тот, кто в 91-м имел место жить, быть и принимать решения. Не те, кому было по 12 лет, а те, кто реально мог как-то повлиять на ситуацию. А мы ничего не сделали. Мы думали, это побудет, и мы опять вернемся в наше социалистическое прошлое. Я скажу так, что никто не мог себе представить, что все вот эти вот деятели, которые сидели в креслах, собственно говоря, чем-то сильно недовольны. Ну, чуть побольше они имели, чуть побольше, так сказать, может быть, в чем-то получше питались, может быть, так сказать, барахла. Результат оказался очень простой. Проглядели о том, что буржуазия, что это самая настоящая буржуазия. Те самые карьеристы, которые сидели в креслах, это самая настоящая буржуазия. Так, тогда такой вопрос. Хорошо, законы рынка мы рассмотрели, все ясно. Как человеку приспособиться к этому рынку, молодому человеку? Как начать жизнь, не имея ни квартиры, ни средств к существованию, имея за плечами только высшее образование, допустим, диплом о высшем образовании, и кучу долгов за платное обучение? Понятно. Вот самое первое – это не иметь долгов. Самое первое. А вот интересно, как отучиться, чтобы не иметь долгов сейчас? Сейчас объясню. Сколько стоит в финансовом отучиться, сколько стоит, я не знаю, в медицинском? Там вообще за облачные деньги. Сейчас объясню. Первое. Я приведу пример того, как было при царе-батюшке. Ой, нет. Именно оттуда. Именно оттуда. Самое основное было – не быть должником. Только в этом случае ты выживешь. Если ты влазишь в долги, ты не выживешь, как-то не крутись. Тебя зажмут. Потому что таких, пытающихся вылезти, будет уйма. И один из способов не попасть на это – это как раз поменьше пользоваться кредитными картами. Тебе предлагают, вот как мне предлагают в сберкассе карточку. Я, так сказать, нос отворачиваю и говорю, нет. Ты не о том говоришь. Я говорю об оплате обучения, конкретного обучения, а не о долгах. Это когда надо. Хорошо, возвращайтесь. Тот, кто не на бесплатном учится. На бесплатном все равно идет конкурс. Вот семья. Пять-шесть детей. Ну, для них льготы идут, извини. Давай берем обычную семью. Зачем крайности? Один-два ребенка в семье. А у нас перспектива такая же, как в Европе. Подыхать. Ну, это ты хватил. Да, я хватил, потому что я это вижу. Извините, ребята, вы сможете противостоять. Вот любая контора, какую бы ты ни организовал, кто сможет противостоять, так сказать, финансистам, у которых 70, 100 и более процентов прибыли годовых. Чистой прибыли. Кто сможет противостоять этому? Никакое предприятие, никакая промышленность не сможет. Ячейки для большого бизнеса распределены, это понятно. Но есть еще средний и малый бизнес, который как бы и создает вот мелкие рабочие места. Я не думаю, что государство позволит, любой политик, даже вот Путин и наш Назарбаев, все равно оберегают вот это вот частное предпринимательство. По-любому, хоть немного, но поддерживают. Нет, толку-то от этого. Ну как это толку от этого? Люди работают, люди какие-то деньги имеют, когда-то детей обучают. Ты вот тоже... Я насмотрелся на людей, которые когда-то работали в заводу, когда-то были технологами, когда-то хорошо паяли, электромонтажниками были. Вон стоят за прилавками и, собственно говоря, за все 90-е у них даже трудовая книжка не оформлена, они не знают, какая у них будет пенсия. Все эти годы дети их не были, без призора. Потому что 10 часов за прилавком приходят домой, ну, постирать, приготовить вот сейчас на ужин и на утро. И опять за прилавок идти на следующий день. Когда уж тут за уроками смотреть или чему-либо, так сказать, учить? Некогда, потому что человек привязан к одному. Где бы взять денег? Рабы денег сейчас все. И туда, туда, так сказать, по этой пирамидке, где денег побольше, туда никого не пропустят. Вот представь себе эту пирамиду, так сказать, подверг, как говорится, там, где сидит 10 человек. А там только, так сказать, место на 10 человек. Там другого, 11-го, не пропустят. Точно так же и ниже, ниже, ниже смотрим. Система такая. Так она построена. Она не дает свободных возможностей человеку. Свобода только ж в одном понимании сейчас преподносится. Это возможность купить все. Но ты покупаешь, а расплачиваться чем? Потому что купить не могут в долги. А на кой ляд? У меня, в принципе, меня учили так. Что угодно, но чтобы долгов не было. Все. Сейчас учат наоборот. Ты будь потребителем, ты правильно выбирай, то, сё, пятое, десятое. А откуда деньги взять, никто не скажет. Это зависит от воспитания в каждой конкретной семье. Мы точно так воспитываем и своих детей. Поэтому, как бы сказать, ты говоришь прописные истины. А я тоже капиталистом был. У меня три человека работало. Получается, я их эксплуатировал, а один не успевал. Можно было отказываться от работы. А можно было взять людей и давать еще им заработок. Это как? Спроси. Ну, это в скайпе вопрос. Ну, я понял. Раз имел наемных работников, значит, был капиталистом. Вопросов нет. И что, будем его раскулачивать? А зачем? Приведу пример. Вот это и есть малый и средний бизнес. Я не знаю такого малого и среднего бизнеса. Я не знаю такого. Потому что вся эта мышиная возня в то время, когда нужно иметь свои станки, свои самолеты. А у нас этого нет. И никакой малый и средний бизнес не будет заниматься станками. Для того, чтобы у человека выросло самосознание, во-первых, ему нужно хотя бы выжить. Сейчас идет подъем самосознания у каждого человека. Правильно? Правильно. Но для того, чтобы человек сознание это развил, он хотя бы жив должен быть. Ему что-то есть надо. Кушать надо на чем-то. Хотя бы сейчас малый и средний бизнес людям дает конкретную помощь в выживании. Это приведет к тому же, что происходит в Европе. Ну почему так вот горестно? В Европе свои правители, у нас свои правители. Ну как на Украине? Подходит? Нет, не подходит. Потому что на Украине вообще безголовые 23 года, 25 рублей. А у нас, думаешь, головастые, что ли? Да, уверена. Посмотри на Биулину и на статью Глазьева. Что он там про нее пишет? Вот это и есть действие рынка. Я не думаю, что это будет бесконечно такая возня. Пока они нужны, их услугами пользуются. Пока других, если других начать ставить, начнется сейчас еще более. Там уже не мышиная, а крысиная возня начнется. Поэтому надо как-то... Так, стоп, это мы уже в политику полезли. Не, 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 стоп. Ничего страшного. Стоп. Это политэкономия называется. Когда ясно-понятно становится о том, что эти два, две темы пересекаются. Ничего, это постепенно, это постепенно. Это не сразу все. Все эти вопросы решаются. Подожди. У нас, мы в такое время, все время с тобой попадаем на стрим, когда у меня все семейство сходится домой. Поэтому мне надо сейчас либо статью зачитать, и ты ее пока будешь объяснять, я разберусь с ужином, либо я ставлю видео. Так, что будем делать? Статью зачитаю, ты будешь рассказывать? Или видео поставить? Давай оставь ссылку только подкиню. Так, сейчас... Есть вот такое. Ой, чуть-чуть не туда не отправила. Так, есть вот такое. Не по финансам. Хватит финансов на сегодня. А то слишком много знаний тоже не впрок. Я бы хотела про Монтян зачитать, честно говоря. Она мне нравится своей... Как сказать... Не резкостью суждений, а бесстрашием в суждениях, когда она называет вещи своими именами. Этого давно уже нет на Украине. Мне без разницы, что она там под чьей-то крышей, или там ее оберегают. Человек называет вещи своими именами. Хотя бы какая-то часть населения Украины это услышит, поймет и как-то начнет правильно ориентироваться. Давай все-таки по Монтян. А, там ситуация на Украине опять будет не то. Так, вот Ростислав Ищенко есть. Как? Все равно. Все равно. Тогда Монтян. Савченко сливает и менять ее никто не собирается. Монтян. Если бы украинские власти Надежду Савченко и вправду хотели обменять и, так сказать, спасти, то изначально не поднимали бы шумихи вокруг ее имени, поскольку подобный пиар лишь уменьшает шансы Савченко на обмен. Такого мнения придерживаются киевские адвокаты и общественный деятель Татьяна Монтян. Порошенко заявила, что готов обменять на ГРУшников, но у меня в этом большие сомнения. Дело в том, что по ним даже приговор не вынесен. Официальные лица России заявили, что единственное условие обмена это признание Украиной приговора Савченко, поэтому даже не знаю, как из этого вылезут. Но с другой стороны, я абсолютно уверена, что никому... Ой, перебор. Что никому Савченко здесь не нужна, сказала Татьяна Монтян в комментарии РИА Новости Украины. Ну, здесь это имеется в виду на Украине, так как Татьяна Монтян сама живет на Украине, она не уезжала оттуда. По словам юриста, если бы Савченко хотели поменять, то никакого пиарного шума бы не поднимали, тем более шума сомнительного свойства. А весь этот шум только уменьшает ее шансы на обмен, потому что из позиции, вы такие негодяи, ну-ка быстренько отдайте нам нашу Наденьку, зная Россию, из принципа «просто менять откажутся». Из принципа «просто менять откажутся», не говоря уже о той чуши, которую плела ее голодовке Фейгин, адвокат Савченко Марк Фейгин. Его же никто не просил говорить всему миру, что она совсем не голодала. Это сделано только для того, чтобы дискредитировать Савченко. Зачем ее маму показали во всей красе, как она домогается земельного участка, мол, в быковне ее не устраивает, дайте получше. То есть Савченко сливают, и на самом деле менять ее никто не собирается, не нужна она здесь никому, подозревает адвокат. Стоит добавить, что почти аналогичного мнения придерживается украинский политический эксперт Алексей Якубин. Сомнительность и обмену Савченко придало недавнее громкое убийство адвоката, удерживаемого Киевом российского добровольца Александра Александрова и Юрия Гробовского. Смерть известного адвоката станет политическим торнадо в процессе обмена заключенных россиян на надежду Савченко. Более того, теперь в мире будут активно обсуждать, как быстро в Украине убивают адвокатов граждан России и как до сих пор никто не тронул правозащитников Савченко, уверен Якубин. Сослово Якубина из-за смерти Гробовского вынесение приговора россиянам откладывается. Более того, каждый интерпретирует смерть адвоката по-своему. Получается, что у нас адвокаты могут быть подвержены различным политическим преследованиям вплоть до физического уничтожения, сказал эксперт. Также Алексей Якубин добавил, что ситуация с Гробовским может негативно повлиять на освобождение Савченко. Кризисы в контексте дела Александрова и Ерофеева, как и в контексте Савченко, только нарастают, считает он. Напомним, адвоката Юрия Гробовского нашли мертвым 25 марта, а за 20 дней до этого правозащитник бесследно исчез. Еще остающимся адвокатам задержанных российских добровольцев открыто угрожают, причем устами военного прокурора Анатолия Матиоса. Напомним также, сегодня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава РФ не принимал пока никаких решений в отношении осужденной за убийство российских журналистов украинской наводчицы Надежды Савченко. Так, я здесь понимаю, вопросов-то никаких нет. Давай-ка я Ищенко лучше прочитаю. Потому что здесь как бы ситуация на Украине, как это, ее надо знать, я лично тоже не очень-то ее знаю. Так, стоп, куда? Мои домашние меня с голоду сожрут. Так, Ищенко. Украинская Махновщина сметет Европу. То же самое. Я даже не знаю, что делать. Будешь комментировать, Юр? Возьмемся. Давай, Ищенко. Руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко считает, что сползание Украины в Махновщину может привести к непоправимым последствиям для Брюсселя. Миллионы беженцев, многие из которых с оружием, любыми путями попытаются проникнуть в Европу. На Украине сегодня ситуация такова, что чем быстрее начнется Махновщина, тем лучше для нее. Хм, это как? Да, многие люди пострадают в ходе этого периода, но в тот момент, когда власть рассыплется, возникнет необходимость что-то на пустом месте создавать. Но до тех пор, пока есть слабая, неэффективная и невидимая власть, Украина будет опускаться все глубже и глубже. У этой ямы нет дна, и государство может гнить в таком режиме вечно. Причем, чем медленнее и дольше оно гниет, чем незаметнее и плотнее происходят изменения, а международные партнеры быстрее о нем забывают. Вчера вроде страна стояла в топе новостей, а через год ее там нет. И что там происходит, никто не знает. Те же самые европейцы уже забывают, что такое государство существует, и опять начинают искать ее на карте где-то в районе Антарктиды. И никому нет дела, происходит там что-то или нет, есть там канализация, свет и горячая вода или нет. Может быть, люди вообще в пещерах живут, до тех пор, пока там не начнутся события, непосредственно повлияющие на соседей. Никто реагировать не будет. Сползание Украины в Махновщину послужит таким толчком для Брусселя. Тогда не только через российскую границу опять пойдут миллионы беженцев, но и в другом направлении, вероятно, многие из них будут иметь при себе оружие. Тогда нашим европейским друзьям надо будет что-то срочно решать, потому что они уже не смогут говорить России, вы же хотите, чтобы с вас сняли санкции, сделайте что-нибудь, это в ваших интересах. Они будут вынуждены в сжатые сроки решать вопросы на собственных границах, как они решают сейчас вопрос с сирийскими, ливийскими и прочими беженцами. Пока это была проблема Сирии или Ливии, где убивали людей сотнями и десятками тысяч, их это не волновало. Они этого не замечали. Когда волна беженцев пошла к ним, для Европейского Союза она стала шоком, культурным, цивилизационным, экономическим, каким угодно. От этого он затрещал по швам. Но когда им нужно будет принять не миллион беженцев в течение двух лет, а пять миллионов в течение полугода, когда злые, голодные и с оружием люди окажутся на границе, они испытают еще более серьезный шок. Первыми, кто осознал подобную угрозу, стали поляки. Один польский коллега сказал мне в узком кругу, что понимает, с кем они имеют дело, и чем им грозит сотрудничество с этими ребятами. Украина же уже не только просит протектората США или германской оккупации, но собирается из Польши конфедеративное государство строить. Поляки, видимо, таким планом очень обрадуются в кавычках. Страна сегодня реально погружается в хаос, но когда население этого не замечает, тоже вполне естественно. Пока солнце светит и магазины работают, все выглядит нормально для обычного человека. Жизнь ухудшается постепенно, но в последнее время процессы заметно ускоряются. Чем дальше, тем больше. У населения же не сразу забрали на следующий день после переворота половину дохода, не сразу увеличили тарифы в 2-3 раза, не сразу экономика обрушилась. Процессы шли на протяжении двух лет. Близко состояние гуманитарной катастрофы, которая означает, что в любой момент любой политик и вся политическая система могут рухнуть. Не знаю, на что надеется украинская власть. На мой взгляд, единственное правильное для них решение, как можно быстрее убегать с Украины. Тогда у нас есть шанс, что какая-то следующая власть добьется их выдачи и они попадут под трибунал. Если же они останутся, то их сметет толпа и до трибунала они просто не доживут. Ростислав Ищенко Так, ну что, доживут они, не доживут. Понятно, только я думаю, что в принципе и сейчас можно уже сказать, что там, так сказать, гуляй поле. хоть и сидят в Киеве руководители, которые, ну, слабо чем руководят. Потому что есть уже банды, есть уже крупные, так сказать, подразделения, которые сами по себе живут. Иначе бы не было никаких этих идеологических движений, то дальнобойщиков, так сказать, тормозить, то опоры взрывать, то еще что-то. А там еще и внутри Украины наверняка тоже грабеж идет неслабо, потому что пишут, то кого-то изнасиловали, то кого-то избили, то там милиция, полиция что-то натворили. Вот так. Так, меня не слышно? Так, меня... Нет, тебя слышно? Это меня не было. Я отошла, поставила греть. У меня семейство, говорю, собирается в это время. Я обычно ставлю видео и не занимаюсь. Нет, я все услышала. Они, конечно, доживут, но все ли доживут? Я думаю, что там... Я вот на тему Украины у меня самый первый сразу что и как. У меня идет, так сказать, свой опыт, а опыт у меня очень простой в этом отношении. Это март 2014 года, когда уже ясно, понятно, что произошло в Киеве и народ попытался самоорганизоваться, так я выражусь. Это появление большой массы украинцев или жителей, правильнее, жителей Украины, потому что с разных, так сказать, областей, вот, в Редкуле. Попытка найти, так сказать, ответ, разговаривая уже, не перепечатывая, потому что самый кризисный момент, людей очень много было во всяких этих соцсетях, и все писали, что-то пытались, так сказать, через письмо объяснить. Так вот, дальше эта ситуация, когда люди начали, пытаясь, так сказать, доказать, словом сказать, донести свое слово по большому счету, так сказать, в Киев, а, так сказать, а кому там обращаться-то? Кому? К фашистам? Бесполезно ведь. Вот. И тут ситуация была такая, там, что, так сказать, и горечь, и недоумение, и, собственно говоря, так сказать, нервозность вся, которая была на Украине, она, собственно говоря, так сказать, и на нас отражалась, потому что ясно-понятно, что, ну, грубо выражаясь, для меня, Украина, это кусок моей Родины. Моя Родина, Советский Союз. И другой уже Родины у меня не будет, потому что я родился в Советском Союзе. Вот. И Украина это часть моей Родины. Точно так же, как Белоруссия, и Грузия, и Казахстан, и Таджикистан, это все часть моей Родины. Вот в чем дело. Отсюда моя такая реакция. Вот. И дальше, дальше, в этих разговорах выяснилось, что значительная часть людей готовы выйти на площадь, готовы встать с плакатами. Но ситуация тоже это закончилась. С плакатами уже было выходить поздно, потому что там уже в Киеве переворот произошел. Вот. Вот в чем дело. И ситуация уже была развернута против народа, однозначно против народа. Но народ благодаря всем этим 25 годам промывки мозгов абсолютно не был готов ни к чему. Потому что когда, например, у нас был неоднократный разговор и с шахтерами, и просто, так сказать, с жителем там Луганска, Донецка, вот. Когда они говорили о том, что вот с нас 5% высчитывают, ну, по сути дела, на войну. Вот. И, так сказать, они пытались еще как бы по инерции мы мирным методом мы там пикетируем шахту Володарского. А на шахте Володарского а сколько вас? 200 человек пикетируют. А охрана какая? 30 человек. Или там взвод, что ли, был. И что? Вы, то есть, людям, ну, как бы, помягче, можно было людям говорить, но люди, так сказать, морально, внутренне, физически не были готовы к сопротивлению. Вот в чем дело. Не были готовы. Кстати, этот период сопротивления, как раз, так сказать, если можно так выразиться, созревания, потому что на любое действие должен быть какой-то период времени. Ну, получился такой период времени, сформировался. И эти деятели, пока в Киеве между собой там разбирались, они его прощелкали в этот момент. Ну, как говорится, история уже вот такова. Люди на тот момент были не готовы. Вот в чем дело. А не готовы они были элементарно по простой вещи, потому что много из того, вот, когда я рос, когда, так сказать, был молодым, когда школьником был, масса фильмов, передач было посвящено, как во время Великой Отечественной войны, так сказать, сражались, как что происходило, так сказать, фильмы снимались не с подробностями, как там пуля попала в кого-то, или там в стенку, или там в дерево, неважно, вопрос не в этом, а как развивались именно войны события, как принимались решения, и как, так сказать, благодаря этим решениям армия или успешно защищалась, или двигалась вперед, или эти решения были неудачные, вот, то есть, вот это вот все показывалось наглядно, да, танки, может быть, так сказать, они не совпадали с тем, какие были на самом деле там Т2, Т3 у немцев, но это было не важно, потому что самая основная историчность фильмов была абсолютно правильная, книги печатались то же самое и про, так сказать, и про 30-е годы, и про гражданский, и про царский период, как все это дело формировалось, как, собственно говоря, развивалось, все шло постепенно, шаг за шагом, и этого ничего не было, так, Йорк, да, 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 давай я вот эту зачитаю еще одну статью, ты прокомментируешь, но пока я буду читать, прочитай в скайпе, я тебе там написала, ответь мне, пожалуйста, так, реакция европейцев на теракты, синдром приобретенного иммунодефицита, третий день наблюдаю реакцию европейцев на теракты в Брусселе, вынуждена констатировать, никакой такой особенной реакции нет, даже ЖСУИ и флажки на аватарах в этот раз не востребованы, полное впечатление, что граждане уже воспринимают террористические атаки как нечто неизбежное, с чем они не просто должны, а обязаны смириться, ну, не пересматривать же всю концепцию европейского устройства и современных ценностей из-за такой ерунды, как убийство пары-тройки десятков сограждан, которым не повезло, видимо, считается, что это неизбежные издержки императивного мультикультуризма, который обязаны любить все европейцы или хотя бы делать вид, что любят, Шарли Эбдо такой отличный повод для креативов. Никаких карикатурок на теракт в Брюсселе, никаких карикатурок на теракт в Брюсселе, а ведь все складывалось так красиво. Ребята вышли на новый уровень осмысления реальности. За пару недель до этого на обложке журнала была изображена кровавая няня с головой убитого ее ребенка. Все ржали. Че, это же в Москве и вдруг какое-то нищенское молчание. Неужели карандаши закончились, чувство юмора иссякло? Впрочем, вру. Реакции на теракт есть. Просто мы в силу крайней провинциальности и консерватизма не можем оценить их красоту и величие. Их потенциал в видах борьбы с бессовестными, но имеющими потенциал перевоспитания шахидами. Бельгийцы, конечно, не подвели, вышли на улицы, держались за руки, давали сдержанно запальчивый комментарий телевизионщикам. Мол, не боимся, нас не запугать. Они явили террористам свое фе, раскрасили разноцветными мелками асфальт, короче, на этот раз в дело пошла тяжелая артиллерия. Если уж рисование на асфальте не усовестит и не закошмарит шахидов, я тогда и не знаю, чем вообще их можно пронять. Мелки, это же как святое распятие для вампиров, да? Зря полиция урезонивает местных, мол, посидите пока дома, без острой нужды не растекайте просторы бельгийской столицы, затихаритесь, не лезьте в места массового скопления граждан, покушаньте дома. Нет и нет, отвечает полицейским несгибаемые жители бельгийской столицы. Нас не запугать. Мы ходили и ходить будем, толпились и толпиться будем, дружили и дружить будем. И когда проклятые нелюди увидят нашу решимость, они наложат штаны и откажутся от своих кровожадных планов. А мы, как бы говорят европейцы, наоборот, от своих планов не откажемся. Хорошо бы еще уловить и чем же их сакральный смысл? Собственно, ничего себе, выбрала статейку. Собственно, формат реагирования не меняется. В ответ на очередной покос случайных прохожих, пассажиров метро и самолетов, нация моментально сплачивается и интригует террористов бодрой и восторженной готовностью и дальше оставаться овцами на заклане. Овцами на заклане, боже мой. В общем, пугает ежа голой попой, как только еж не умирает от изумления и смеха. Никогда не могла понять, какова сверхзадача всех этих маршей единства, включая знаменитый своей унылой фарсовостью демонстративный проход европейских лидеров под мощной охраной полиции после теракта в Париже. Что, собственно, хотят показать фигуранты? Кротость, приверженность идеям безбрежного мультикультуризма, который на деле от чего-то всякий раз изливается кровью случайных жертв, которым не повезло, даже если они были стопроцентными адептами открытых сердец и дружбы народов, упорное долбление башкой в бетон с целью доказать, что лба не жалко. Вот в 41-м, представляете, советские люди вместо того, чтобы уступить в священную войну, вдруг пошли рисовать мелками. Я не вижу на этих демонстрациях никаких требований к властям усилить меры безопасности. Очевидно, граждане Евросоюза считают, что с этим и так все зашибись. Власть может быть совершенно спокойна, уверенных ей народов иммунитет полностью вытеснен толерантностью. Организм больше не сопротивляется. Вместо отпора у людей появилось какой-то отчаянный истерический фатализм, который к тому же нужно непременно и с гордостью демонстрировать. Нас, как говорится, того, а мы крепчаем. Впрочем, когда речь заходит об элите, скажем, о действующих королях, то здесь все серьезно. Никаких игр в толерантности, покорность судьбе, белигийскую монархическую семью вывезли от греха подальше. А что вдруг? Разве короли не обязаны разделять судьбу своего народа, которому сами же в большой степени определяют, потакая всем глупостям современного европейского суицида на каждом его этапе? С народцем другое, ведь бабы всегда нарожают новых. Казалось бы, после каждого последующего теракта логично ожидать усиления полицейского контроля, в котором, как бы ни звучали эти слова, нет ничего трагического, а только забота о достаточной и разумной самообороне. Но нет, в самый день брюссельского теракта, уже после того, как стало всем известно о случившемся, аэропорты Европы работали в обычном режиме, который выглядит так. В залы прилета и отлета беспрепятственно заходит любой, полная принципиальная расслабленность, иногда просят открыть сумку, ограничиваясь поверхностным беглым взглядом. Никаких рамок, никаких металлоискателей, въезжай хоть на танки. За время предполетных процедур и полета паспорт не требуется ни разу. На досмотре из багажа удаляются дезодоранты и шампуни, но я видела, как люди беспрепятственно провозили двухлитровые бутылки Кока-Колы, просто забыв, что это запрещено. Никакого контроля на входе в торговые центры, на разнообразных ярмарках и фестивалях. Единственное, пожалуй, мероприятие, которое сопровождается невиданным полицейским эскортом, демонстрации протеста против актуальной политики европейских лидеров. Вот там, да, полиции едва ли не больше, чем демонстрантов. Как если бы именно демонстранты составляли террористическую угрозу и массово обряжались пояса шахидов. Понять принципиальную беспечность европейцев решительно невозможно, особенно на фоне жесточайшего, хотя и не слишком навязчивого контроля. Например, в израильской авиакомпании на всех рейсах, которые выполняются в Израиль. Все годы независимости это государство живет под угрозой ежедневного террора. Но слышали ли вы хоть что-нибудь о терактах в их аэропортах и на пассажирских рейсах? В Европе же террористические акты рассматриваются как месячные. Да, неприятно, иногда очень болезненно, но неизбежно. К чему бороться с тем, что неизбежно? Лучше еще раз сплотиться, чтобы показать готовность перетерпеть. Размягчение ли это мозгов? Тотальное разрушение иммунитета, неосознаваемая суицидальная настроенность, просто витальная скука и тоска по адреналину. Не знаю. Никакой связи между агрессивным и быстрым омусульманиванием Европы и усилением террористической угрозы жителей ЕС, похоже, не усматривают. А те, кто усматривают, извините, на минутку. надо график ограничивать с 5 до 6, с 2 до 3. А то я так вообще интернета лишусь. Так, в Европе же террористические акты рассматриваются, ага, 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 настроен с просто витальной скукой, тоска по адреналину. Не знаю. Никакой связи между агрессивным и быстрым омусульманиванием Европы и усилением террористической угрозы жителей ЕС, похоже, не усматривают. А те, кто усматривают по-прежнему изгои, расисты и посягатели на права человека и прочие либеральные ценности, которые, несомненно, хороши, высоки и удобны, пока живущие рядом или в вашей квартире насельцы тоже согласны их разделять. Но публичные сомнения в исключительной пользе для дела мира и процветания этих сакральных ценностей, этих фетишей, угрожают сомневающимся острокизмом и дискриминацией, как если бы права человека на него не распространялись. Его сделают узгоем, маргиналом и фриком, ибо каждый обязан свободно и демократично признать, что политика открытых сердец и мазохизм единственный приемлемый формат. Так, здесь ошибка. Единствен-но приемлемый формат. Любая попытка даже в мягкой форме покритиковать беспечность и вялость европейцев наталкивается на довольно жесткий, что само по себе комично, отпор. Ребята по умолчанию согласны быть жертвами религиозных фанатиков, но не согласны с тем, что этих фанатиков не худо было бы превентивно обезвреживать. И хотя старому и малому давно известно, что каждый из нас находится под жестким, неослабевающим тотальным круглосуточным контролем, который обеспечивает его же гаджеты, относимых в кармане до стационарных компов, любое упоминание спецслужб в сколько-нибудь позитивном ключе вызывает либеральные обморки. И вот уже некто Эрдоган крутит на известном месте европейских лидеров, разговаривает с ними свысока, шантажирует и едва ли не открыто угрожает терактами в виде прогнозов, конечно. Взаимодействие с Россией по-прежнему рассматривается как зрада делу всемирной толерантности, хотя совершенно очевидно, что терроризму можно противостоять только вместе, жестко и последовательно. Европейцы же продолжают искать полтинник не там, где потеряли, а под фонарем, потому что там светлее. Куда идет дело, подробно рассказывает известный французский провокатор Мсем Шель Уэльбек в Новом Раване покорность. На выборах президента Франции победил умеренный мусульманин. Сорбонна стала исламским университетом, мгновенно ввели многоженство и запрет женщинам занимать административные посты, да и вообще работать. Массовое образование ограничили пятью годами школы, началось введение законов шариата. Описано буднично, без эмоций, оттого еще страшнее. Никакого терроризма, просто тотальный перезапуск проекта Европа при полном непротивлении всей местной образованщины, утомленной собственным декадансом, рефлексиями и депрессиями. Французские интеллектуалы с готовностью покорились, подстроились, завели по 3-4 жены, обратились в ислам и стали его проповедниками. Победил тотальный добровольный коллаборационизм. вне бесприятностей с полным интеллектуально-философским обоснованием. Стесняюсь напомнить, что примерно так же выглядело поведение элиты в момент оккупации Франции другими культур треггерами в 40-м. Так что они. Впрочем, Уэльбек провоцирует, провоцирует, да никак не выпровоцирует своих сограждан на хотя бы минимальное осознание реальных перспектив. Даже тот мистический факт, что выход романа покорность, глумливо анонсированный журналом Шарли Эбдо ровно в тот день, когда редакция издания была расстреляна и погибло 12 человек, в том числе и близкий друг самого Уэльбека, не стал никаким поворотным пунктом. Поворотный пункт давно пройден. Чего ж пить боржуми? Видимо, так тому и быть, туда и выгребать, куда показывает компас. Никаких признаков сопротивления надвигающемуся тотальному переустройству не наблюдается. Недовольный подвергается острокизму Кассандр, как всегда, казнят. Спасибо, пока не на костре виртуально, но еще же не вечер. Тяжеловатая в конце статья уже была. Так, Нюра Энберг. А, вот недавно я ее читала, когда про в Фейсбуке она комитировала. Так, вперед. Юра. Сократить всю эту статью? Да. Сокращаю. Объясняю очень просто. Ага. Европа привыкла выживать. Выживать. Неважно под кем, чего, кто там у них, так сказать, как говорится, руководит. Выживать. Им все равно Гитлер, мусульмане, они все равно будут стремиться к одному. Выживать. Больше их ничего не интересует. Сохранить свой домик или сохранить там свое барахло. Выживать. Вот когда человек настроен только на одно выжить, он привык к этому за все эти годы, можно сказать, даже не то, что за годы, а за века. привыкли выживать. Значит, пережить любого приходящего. Вот в чем весь этот вопрос. Расписывать эту тему можно, так сказать, очень широко и много, но это ключевое слово. В России все же таки или даже вот как мы учились, нас учили жить. жить, работать на себя, на страну, понимать, что это такое, как детей воспитывать. Там такого нет. Я понимаю, что человеческие чувства там есть. Все это есть. Но в то же время буквально вчера, по-моему, передача была по телевизору там или по... А! Нет, не вчера. В пятницу, по-моему. Вот. Про то, как там барышня хочет куда-то там в Европу замуж выйти. И вот пригласили двух или трех, которые уже там побывали. Вот. И насколько это, так сказать, сложно жить по ихним правилам. Но как пришлось вживаться там однобарышня в Сицилии. Насколько это сложно оказалось. Вот так. Здесь европейцы привыкли к тому, что, да, они имеют свои правила, которые выработались за все эти нормы жизни, но это выживание. Поэтому какая-то меньшая часть будет пытаться сопротивляться. Вот. но это, считай, приведет только к одному. Если они будут нарушать законы, если они по законодательству не будут преобладать во всех, так сказать, политическом управлении, то есть, они не будут иметь возможности изменить законодательство в своих интересах, то тогда они будут вне закона. и все их, так сказать, незаконные методы противодействия приходу незваных гостей, они будут считаться вне закона. Вот так приблизительно. принцип вот так. Ну, это понятно, вот там Андрей задает вопрос, что такое декаденство и как оно проявлялось в 1910-х годах в Российской империи? Ну, я бы сказал так, я не совсем понимаю Ищенко в каком духе, в каком направлении это дело, так сказать, направляет и мысль, так сказать, свою, как он излагает. По большому счету, потому что, вот смотрите, буквально, я просто приведу такой пример. Подход к слову и спросить я у него не смогу, у Ищенко. Здесь другое слово обговаривалось. Слово буржуазии. Я его употребляю именно в таком смысле о том, что это класс тех собственных, которые имеют средства производства. они владеют средствами производства. Не то, что там часть общества, которая называлась там буржуа, а именно класс собственников. Вот это буржуазия. Те, кто стремятся к этому, тоже сюда относятся. Поэтому как он это дело воспринимает, я не знаю. Так, все ясно. Так, Юр, я сейчас поставлю видео уже. Большое спасибо, что пришел. График надо переработать, пересмотреть выхода в эфир, потому что мне точно разборки грозят синий тонн. В три часа Москвы я уже должна поставить видео, по идее. Но там я в скайп напишу потом подробнее. все, все, тогда пока. Нет, если есть у тебя какие-то вопросы к слушателям, задавай, пусть отвечает. У нас же один вопрос. Понятно. Насколько понятно, я говорю. Если есть критика, пишите, критикуйте, нет проблем. Буду учиться. Так, что тут однако? А что там с голосованием подожди одну минутку? Как попасть? Слушай, Асюмин, это же из вашей компании? Ну, в любом случае, он, может сказать, единомышленник. Так, ну, давай, единомышленник, давай его. Сегодня уж как-нибудь мои сами перебьются. Так, когда как не попасть под каток? Сейчас. как не попасть под каток третьей реакции? Когда начиналась Толыпинская реакция? Хитрый Ленин, как известно. Так, Саня, ты что тут подсунул? Мы сейчас, знаешь, в экскурс, в историю, как уйдем? Это надо с ледоколом обсуждать. Втроем собирать Семина, Юру и ледокола и слушать со стороны. Саша, ты специально? Вот провокатор. Когда начиналась Толыпинская реакция, хитрый Ленин, как известно, советовал товарищам по партии умерить пыл, не бросаться под поезд, а подождать. Ему было очевидно, что экономические противоречия внешние и внутренние довольно быстро разнесут эту конструкцию на части. И если самодержавные реформаторы взяли курс на разжигание классовой розни, то флаг им в руки и барабан на шею. Сегодня реакция, диагноз для человечества в целом. Банкротство неолиберальной экономической модели заставляет транснациональную и национальную олигархию повсеместно обращаться к фашистскому опыту 30-х годов. Только так, ожесточившись и выдвинув вперед квадратной подборки, наращивая военные расходы, развернув политические репрессии, стравливая экономическое давление с помощью войн и этно-национальных междоусобиц, олигархия может сохранить контроль над собственностью. Это, наверное, третья по счету волна реакции в истории. Первая смыла со стола все левые движения в 1914 году. Интернационалисты, за исключением упертого Ленина, тогда массово перековались в опортунистов-шовинистов. Вторая стала ответом на Великую депрессию и выдохлась только под Сталинградом. Третья, сегодняшняя волна, носит беспрецедентный по масштабу характер. Казалось бы, очевидно, что любое действие рождает противодействие и наступление неолиберализма, ультраимпериализма уже неминуемо должно вызвать к жизни силы сопротивление как самим государствам золотого миллиарда, так и на ограбляемой им периферии. С распадом СССР и постепенным перерождением социалистического Китая многим казалось, что вектор нового сопротивления будет задаваться Латинской Америкой. Однако, в течение нескольких последних лет мы наблюдаем, как пылающий континент практически без боя уходит в пучину точно такой же реакции. Боливия, Венесуэла, Аргентина, Куба, Бразилия, Эквадор, Никарагуа во всех случаях левая идея либо уже отступила, либо встала на путь отступления. Ультраимпериалистический центр ведет себя подобно мудрому удаву Ка, который до поры до времени позволял революционно настраенным бандерлогам обзываться и кусать себя за хвост, а теперь резким движением возвращает себе исконную поляну. Латинская Америка еще увидит новую операцию анаконда и тяжелая рука гринга все-таки опустится на плечо Рауля. Американский публицист Джеймс Петрос, работавший когда-то советником Мучавеса. Вы могли видеть его в биохимии предательства. С тяжелым чувством описывает эту третью волну. С его точки зрения мир стремительно делится на сектора, которые Петрос называет военными центрами и зонами боевых действий. Военные центры это странные режимы, которые планируют, организуют, финансируют и осуществляют боевые действия против других государств. Военные центры как правило управляются империалистическими режимами, которые окутали планету сетью военных баз для защиты и расширения власти транснациональных корпораций. Зоны боевых действий, формируемые США и ЕС, уже включают в себя Ирак, Сирию, Афганистан, Ливию, Сомали, Украину и ранее Югославию. Развязанные там войны привели к свержению власти и разделению государства, однако не позволили и не позволят ни одной из сил добиться политического контроля. Зоны управления и зоны хаоса. Мы видим, как в одну расползающуюся зону хаоса превратился Ближний Восток. Мы видим, как всего за год еще одна такая зона нарисовалась на месте Украины. Мы понимаем, что сверхзадача ультраимпериализма распространить зону боевых действий на Россию, на Китай. Это позволит ультраимпериализму пережить кризис, зацементировать ситуацию на какое-то время. В свою очередь, Москва и Пекин, осознавая, что этот вариант ведет к полной утрате ими субъективности, Россия до сих пор не выбралась из 90-х, а Китай никогда не забудет свое столетнее унижение. Действует крайне осторожно на цыпочках, но очевидно, что при сохранении неолиберального курса в экономике рано или поздно волна реакции накроет и их, причем произойдет либо относительно тихо, через праволиберальные перевороты, выборы, как в Латинской Америке, либо громко. Последнее, с учетом наличия ядерного оружия означает мировую войну. Откуда в этом случае нанесет свой ответный удар всесильная диалектика? Будет ли кому наносить? Не превратится ли мир в макроверсию обнесенного стеною сияющего Израиля и загнанной в норы нищей, бесправной, безграмотной Палестины? Жаль, не с кем проконсультироваться. Ни Ленина, ни Захудалова, Махатмы Ганди. Не с кем, не с кем даже поговорить. Константин Семин Так, где? Так. Там, Йор, вопросы в чате. Ну, ты видишь? Да, да, вижу. Вот, на них и отвечай. Так будет проще. Саша у нас любит докопаться до сути. Вот от сокола там тебе вопрос. Да что ты, боже мой. Давай я буду зачитывать вопросы, так не будет понятно на что отвечаешь. Так, где тут? Так, понял. Или зачитывай сам вопрос, на который будешь отвечать. Хорошо, сейчас вот я отписался, ответил. Вопрос, ты делаешь деревянный стол, чтобы его продать. Это труд. Дерево, из которого ты делаешь этот стол, это предмет труда. Инструменты, которые ты используешь в процессе изготовления стола, ножовка, молоток и другое, это средства труда. Я отвечаю очень просто. Ты делаешь один, один. Значит, ты, ну, работаешь сам на себя, частник. И сам все делаешь. Без наемных работников. Поэтому, ты не относишься к буржуазии. Так, следующий вопрос. Ну, это в принципе добавление получается. Средства производства в оккупность средств и предметов труда, используемых людьми в процессе производства материальных благ и всего прочего. Так, с помощью средств труда человек воздействует на предмет труда с целью создания потребительской стоимости. Так, сказано много, но вот здесь вот проще, по-моему. Человек с лопатой можно нанять, да, можно самому работать с лопатой. То есть, где будет? Вот, когда ты нанимаешь, и если ты, так сказать, его еще обсчитываешь, какой тут может быть разговор? Вот, от своих родителей я запомнил очень хороший пример. В 17-м году село было, в селе было порядка 300 дворов. Это большое село было. Вот. Значит, было в этом селе двое кулаков. Один честно, справедливо расплачивался с наемными работниками. Второй всегда говорил так, о том, что расплатим, оплата будет в конце недели, и я высчитаю, если что-то мне... В результате, если человек должен был получить 5 копеек, он получал 3-4 копейки. За что высчитать, оштрафовать всегда находилось? Это не проблема. Вот. То есть, в 17-м году летом, еще когда большевики даже к власти не пришли, вот одного из этих, вот этого, который обсчитывал, его на вилы подняли. И большевиками тут и не пахло. Никакой советской власти еще тогда в том направлении, так сказать, большевистским духом тогда и не пахло. Понимаете? То есть, вопрос справедливости в народе всегда существовал и стоял. И поэтому были Степан Разин и Емелька Пугачев, все эти восстания все были. Вот учитывайте такую вещь. Ты о том, что деньги не входят в средства производства? Почему? С помощью денег, одни деньги, которые просто лежат в банке, на счету, в кошельке, который ты используешь на жизнь, это одни деньги. А те деньги, которые ты вкладываешь, так сказать, в оборот, так сказать, особенно, как сейчас, еще вкладывают, норовят все чужие денежки использовать, закредитоваться там, где подешевле, да, так сказать, эти деньги стоят дешевле, чем здесь. Вот. Это вот и есть как раз. Если банкир берет оттуда за 2%, здесь эти деньги отдают тебе за 10%, за 12%, или как сейчас там он, по-моему, 16, что ли, процентов кредиты. Разве это не буржуазия? По-моему, очень даже буржуазия. И чем дальше, тем больше, тем ближе они продвигаются к аристократии. Все просто. Так. С этим вопросом вроде как все. Но на сегодня, наверное, статей больше не будет, потому что я вот чувствую, что читать я уже совсем не могу, что-то у меня с горлом. Так, Юрочка, ты прощайся с людьми. Да, всего спасибо, всего хорошего, спасибо, благодарю за внимание. Пожалуйста, проголосуйте, для Юры это важно. Пожалуйста. А то, как наш соведущий будет знать, куда, в каком направлении дальше двигаться, вы, пожалуйста, ответьте, понятно или непонятно. Все. С Юрой мы прощаемся до завтра. Надеюсь, завтра он придет или как будет возможность, не обязательно же каждый день. Как есть возможность, так в скайп стучишь и по времени потом чуть позже спишемся. Да. Всего до свидания. До свидания. Спасибо большое. Приходи еще. Так. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров 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 А.Егорова